Ганс Христиан Андерсон Наверное, самая новогодняя книга для меня – это «Снежная королева». В детстве читала ее практически каждый год в декабре, а потом смотрела гениальный советский мультик по этой сказке. Так я заранее создавала себе новогоднее настроение. Сюжет «Снежной королевы», думаю, знаком. Если уж не каждому маленькому ребенку, то уж школьнику-то точно. Это сказка о двух детях, которые росли вместе и очень дружили. Однажды мальчику Каю в глаза попал осколок волшебного зеркала. После этого его сердце стало ледяным. Каю забрала таинственная «Снежная королева». Герда отправилась на его поиски. После долгих странствий и лишений девочка, наконец, отыскала своего друга и смогла растопить лед в его сердце своей добротой и состраданием. Герда, когда опускалась на поиски, не была уверена, жив ли Кай, вспомнит ли он ее, но все равно она его искала, не останавливаясь ни перед чем. И даже колдовство «Снежной королевы» оказалось бессильным перед любовью и смелостью горячего сердца Герды. Сама «Снежная королева», в честь которой названа книга, ледяная равнодушная красавица, которая не знает ни любви, ни жалости. По свидетельствам биографов автора, такая женщина в реальной жизни встретилась на пути Андерсона и поразила его в самое сердце. Это была оперная певица Ени Линд. Ганс Христиан влюбился без памяти, но взаимности не получил. Ени была с ним холодна, не отвечала на его ухаживание. По другой версии, образ «Снежной королевы» пришел из скандинавских легенд. И эту героиню ассоциировали с ледяной девой или смертью. Когда умирал отец Андерсона, его последние слова были «Ледяная дева пришла за мной». А вот прообразом Герды, главной героини, девочки, была подруга детства Андерсона, соседская девчонка Лизбета, которую он называл сестричкой. Она спровождала Ганса Христиана во всех играх и затеях и была первой слушательницей его сказок. «Снежных королев» сейчас великое множество, и многие из них с прекрасными иллюстрациями признанных мастеров, как советских, так и зарубежных, и новых авторов. Я, когда выбрала свою «Снежную королеву», остановилась на этой книге с иллюстрациями мисс Клары. Это французская художница, ее настоящее имя Клэр Гераль. Она работает в оригинальной и своеобразной манере. Все персонажи и декорации, в которых они живут, сделаны из бумаги. И в результате получается такой хрупкий мир, окутанный дымкой, чем-то похожий на мир кукольных мультфильмов. Такая призрачная, меланхоличная и печальная получилась у мисс Клары книжка «Снежная королева». Эта книга завораживает с самых первых строк и не отпускает до последней страницы. Это светлая, самая добрая история, которую нужно читать именно в Новый год. Время, когда сбываются все мечты и загадываются новые желания. Это чудесная история о настоящей любви, дружбе и преданности, силе духа и смелости. И пусть вы читали наверняка в детстве «Снежную королеву», прочитайте ее еще раз за эти длинные новогодние праздники. Сказки Андерсона удивительные и многогранные. Пусть их читают и дети, чтобы расти на хороших примерах, но понять их по-настоящему можно только уже сейчас, во взрослом возрасте. Вот в детстве не замечаешь, что Герда в основном шла к Каю босиком. А сейчас вот уже понимаешь, что как же ей было больно, и задаешь себе вопрос, а есть ли на свете кто-то, кто готов пойти на такие жертвы ради дружбы? И есть ли в твоей жизни человек, ради которого ты поступишь точно так же, как Герда? Кай вдруг заплакал и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался. «Герда, милая моя Герда, где же ты была так долго? Где я сам был?» И он оглянулся вокруг. «Как здесь холодно, пустынно!» И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льди набустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое загадала сложить Каю, снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Герда поцеловала Каю в обе щеки, и они зацвели розами. Поцеловала его в глаза, и они заблистали, как ее глаза. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его вольное лежало тут, написанное блестящими ледяными буквами. Ганс Христиан Андерсон, Снежная королева, рекомендую. Дорогие наши любимые зрители, от всего коллектива «Канал-16» хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Пожелать вам в Новом году побольше поводов для радости и поменьше для огорчений. Пусть в вашей жизни будет много хороших и верных друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова